Всем привет! Наконец-то долгожданная третья часть теста смазок для цепи. Многие ожидали, но знаете, пацаны, это сложно. На самом деле это долгий, мучительный процесс, потому что смазки проходят много, их много, расстояния много и, короче, это гемор. Сегодня у нас на ковре генеральском Hansline смазочка Maxima. Эту смазочку я подмел на Евробайке, когда ездил. Maxima, вы знаете, сейчас очень сильно такая на хайповой теме. Sram использует свои масла, вилки и амортизаторы фирмы Maxima. Но Maxima, помимо масел, делает довольно-таки много разных смазок для цепи, дегризеры, в общем, они там дофига всего делают. Я к ним подошел, говорю, ребята, дайте смазочку, пожалуйста, на тест. Выбирайте. Выбрал парафиновую. Это Hansline на масляной основе. Это Brunex, но в аэрозоле. Швейцарцы там сильно разбираются. Это обновленный Bikeworks, который парафиновый, но вы знаете, что мы тестировали старый. Вот у них есть новый теперь. Интересно будет потестить. Они, говорят, там формулу изменили и все такое. В общем, расскажу вам сейчас все об этом. И еще один Hansline у нас. У нас был графитовый, как вы помните, черный, как мазута. Теперь есть прозрачный, как слезы девственницы. Проверим. Также я хочу сказать, что на Евробайке я поехал с пользой для дела. Я отхватил еще некоторые интересные смазки. О брендах некоторых я даже и не слышал. Ну, начнем давайте с козыря. Велохимия Питти, того самого Стив Пита. Это смазка для цепи. Есть и герметики у нас. Я все вам потом протестирую, покажу, расскажу. Кстати, забегу наперед, что мы планируем уже снимать тесты герметиков для колес. Если вам это интересно, конечно же, напишите в комментариях. Ремо Тип Топ, Кетинол, блин, я не знаю, как это вообще правильно выговорить. В общем, какая-то смазка есть. У нас есть Конекс. У них сильно много маркетинга, там на Евробайке было об этой смазке. Просто жесть. И Антидот. Вот такие вот еще смазочки есть, которые мы будем еще тестировать, но уже в четвертой части. Сегодня, к сожалению, о них разговаривать мы не будем. Сегодня мы будем разговаривать о этих ребятах. Я их протестировал, и я готов с вами поделиться своими выводами. Вы знаете, что у нас это место. Тут всегда мы что-то продаем, когда делаем обзоры на своем диване. Так что, если какие-то годные донхильные велосипеды, официальные, с документами, с гарантией, со всеми делами, можете написать мне в социальных сетях. Я вам его с радостью продам. Вернемся к нашим смазкам. Hansline Chain Wax. Wax, это вы знаете, что смазки на парафиновой основе. Hansline мы тестировали масляные. Теперь добрались до парафиновой. Сейчас мы встряхнем, как положено. Капнем на стол. Вы знаете, что мы абсолютно все смазочки, как они потом выглядят, когда всякие рассорители испаряются. Я вам потом покажу. По самому тюбику. Классический тюбик. Абсолютно ничего тут такого нанотехнологичного в нем я не нашел. Стандартный острый носик. Баклажка как-то квадратная такая. Но это не очень удобно, на самом деле, сделано. Я не знаю, вот из тюбика мне всех больше всего понравилось. Это маков. Вот это самые удобные тюбики, пацаны. Hansline все простические тюбики делают вот такие. Но радует только то, что оно не течет, как с ведра. Видите? По капелям. Это запах. Это тупо, чуваки, такое... Блин, ну... Керосином воняет. Вот знаете, вот такой вот запах такой. Вот если там маков, если максим, а они вот конфетками пахнут. У пики вообще ментолом запах отдает вся абсолютная химия. То здесь воняет не очень неприятно. Эту смазку нам предоставил магазин Bike Sport Top. Они являются официальными дистрибьюторами компании Hansline в Украине. Ну, а Hansline, конечно же, это немцы. Цена этой смазки за 100 мл 187 гривен. Какой же пробег этой смазки у меня составил? Порядка 100 километров. Практически такой же, как и у Squirt. Цепь довольно-таки чистая. По-моему, даже прекрасная цена. За 100 мл 187 гривен. То есть вопросов нет. Вот здесь вот Hansline мне нравится. Реально нормальная смазка. Единственное, что тюбик и вот этот вонище. Фу, ну вот он воняет страшно, чуваки. Вот мне очень запах не нравится. Но пробег достойный, цена достойная. Возьмите себя на вооружение. Как я и говорил в прошлых обзорах, ссылки на всех представителей компании, которые предоставили нам смазку, есть в описании под этим видео. И если вы являетесь представителем какого-то бренда или магазина, либо дистрибьютор, и хотите предоставить нам какую-то смазку на обзор, в частности на тест, вот тут вот почта наша рабочая есть. Пишите нам на почту, скидывайте, мы с радостью протестируем. Мы с радостью взяли бы Motorex, Sonex и так далее. Еще очень много разной химии есть, которая продается у нас в Украине, которую мы не тестировали. Если вы заинтересованы, пишите на рабочую почту. А мы переходим к следующей смазке. Следующая смазка также Hans Line, но уже не парафиновая. Называется она Chain Lube. Это консистентная и густая смазка на основе минерального масла. Она имеет изначально высокую проницаемость, а после нанесения загустевает из-за присутствия в ней литиозагустителя. Я вам сразу скажу, что, пацаны, это весьма необычный тюбик. Это первое. Второе. Носик – это просто ужас. То есть логично, что эта фигня, которая была вот тут вот закручена, рассчитана на то, что когда вы срежете концевичок, вы сможете ее надеть. Но, к сожалению, он стой не налазит, потому что диаметр этой трубки больше, чем диаметр этого носика. Я не знаю, как это сделано. И понимаете, что проблема после того, как вы попользовались, она вообще такая густая-густая, вы 100% насрете себе на пол и как положить смазку. Она по-любому засрет вам что-нибудь. Ну, это бред собачий. Ну, то есть она должна как-то закрываться, этот колпачок какой-то. Здесь закручивается, а здесь как быть. Та*** ты в хуй. За счет того, что она очень густая, конечно же, она так не льет, как та, видите. Так, еле-еле покапывает. Это нормально, это хорошо. Давайте капнем ее рядышком здесь. Цена этой смазки за 50 миллилитров 73 гривны. Пробег этой смазки составил чуть больше 100 километров, где-то 120-130 километров. Это очень много, чуваки, я вам сразу могу сказать. Достаточно хороший пробег, но огромный минус, чуваки. Она воняет так же, как и вот эта. Наверное, даже сильнее. Вот такой, это уже машиной воняет именно, отработкой машиной такой. Если здесь керосина, то здесь такой машиной отработка. Почему здесь керосина, потому что, скорее всего, здесь из-за растворителя что-то подобное используется, чтобы парафин иметь в жидком состоянии. А здесь почему машина? Потому что здесь консистентная смазка. Так же хорошо смазка держится и во влажную погоду. Я когда тестировал эту смазку на велосипеде, это же не за день я проезжаю там 120 километров, а за в течение недели я попадал в дождь, были всякие неприятности, смазка хорошо себя показала. Но, чуваки, я когда посмотрел на цепь, на роликах просто куски вот такого дерьмища, как пластилин налепшие. Это просто жесть. Цепь просто грязная. И причем грязная не то, что грязная, вы к ней прикасаетесь, а грязная, она всю грязь в себя собирает и такими камнями, такими пластилинами держится на себе. И чтобы эту всю грязь вымыть, чуваки, поверьте, это тот же труд, как отмыть графитовую к ней смазку. Это просто жесть, чуваки. Очень тяжело отмывается. Пробег хороший, да, но отмыть просто невозможно. Следующее. BikeWorks Chain Star Max Wax. Как говорит сам представитель компании, что они полностью сделали ребра. Нет, теперь это новые такие, ну, бутылочки, наверное, старые, наклеечки новенькие. И новая формула. Говорят, что очень похожа на формулу, которую используют Squirt. То есть пробег должен быть такой, то есть характеристики должны быть именно вот такие. Стоит такая смазочка 100 мл, 286 гривен. По пробегу. Так, сначала давайте я взболтаю это все. Тут, конечно, есть уже очень много маркетинговых уловок, таких как e-bike ready. То есть эта смазка подходит для электровелоспеда. Вы объясните, почему другие смазки не могут подходить под электровелоспед? Потому что какие-то цепи хитрые используются. Ой, слушай, ну, белая такая, прям белая-белая. Давайте посмотрим, как еще течет с носика. О, видите, как классно? По капельке. Очень удобно. Надо много вам надавили. Оно потекло. Но если вы не давите, а просто держите, вообще практически не будет капать. Это очень важно и это очень удобно. Наконец-то они сделали нормальный тюбик. Многие мне писали, что прошлые тюбики это защита от детей. Окей. Где же она теперь? Куда же делись лучшие тюбики? С защитой от детей. Нет, точно такое, как и здесь. Один в один. Ничего изобретать не стали. Просто взяли и поставили точно такое, как используют 90% тюбиков на рынке. По пробегу. Я напомню, что предыдущая смазка проезжала 30 километров. До 30 километров. То есть ее практически перед каждой покатушкой нужно было наносить. Желательно еще вечером. То есть вы утром уезжаете, вечером смазываете. Здесь точно так же. То есть парафину нужно, помимо того, что питаться, растворителем нужно испариться. То есть нельзя нанести парафиновые смазки, любые, будь то это Bicourse, Hansline или там Smooth. Нанести и через часик поехать кататься. Нет, желательно в идеале это делать с вечера. Смазывать себе цепь, протирать, вымывать, смазывать и утром только ехать кататься. Это проблема всех парафиновых смазок. Пробег этой смазки составил порядка 100 километров. Это действительно показатели, такие как и у Squirt. Squirt тоже у нас прошел, примерно, такую дистанцию. Возможно, не все смотрели первую часть нашу, но я вам скажу так. Показатели, которые я говорю, 100 километров, 50 километров, 30 километров. Это условия использования максимально плохие для велосипедной цепи. Я катаюсь на Хорце. Там очень много песка, очень много пыли. То есть, это не асфальт. Это не идеальные, как в Голосеевских парках в Киевах, выткатанные тропинки в бетон, где даже пыли нет. У нас все хуже. У нас много песка, у нас есть леса. И я там катаюсь, там испытываю цепи. То есть, это не по проспекту, я и по городу езжу 50 километров. Это означает, что мои показатели, вы можете смело умножать на два. И вы получите тот пробег той или иной смазки в своих условиях, если вы будете катать больше асфальта, или у вас меньше пыли, или вы по песку будете меньше кататься. То есть, не 100, а 100 это говномесие, это в песке, это в пыле, это в ужасе в полном. Самый страшный ужас для смазки. Это вот очень важный момент. Цепь чистая, после того, как вы нанесете. И это важно, чуваки. Цепь, пофигу, сколько проходят смазки, не важно, чьи они. Главное, чтобы была чистая цепь. Это лично для меня. То есть, пускай смазка проходит 50 километров, пускай я буду смазывать 2-3 дня, но я возьму просто тряпочку, проведу по цепи, вытру там осадки, мыть даже не буду, просто вытаю тряпочку. И нанесу заново, и на следующий день пойду кататься. Но если какая-то проблема, или цепь спала, мне нужно снять колесо, мне нужно тронуться до цепи, у меня руки не будут засраны по локоть в дерьмище. И цепь не будет в дерьмище вся. Вот очень важный момент, что цепь должна быть чистая. И вот парафиновые смазки держат вашу цепь всегда в чистоте. Опять еще раз говорю, что вне зависимости от фирмы, Маков, Сквирт, Смуф, Байкоркс, все цепи в чистоте. И это очень важно. Другой вопрос, что не у всех большой пробег, это уже знаете ли такое. Кто не в курсе, Байкоркс это чехи. Это чехи, которые делают химию. Единственный минус, чуваки, парафиновых смазок, в частности, этой тоже, это то, что их тяжело отмыть. То есть тяжело вымыть цепь от них. Это действительно так. И нужно мыть машинками вот этими всякими, дегризерами. В общем, это еще та задача. Но цепь зато чистая. Следующая смазочка Максима. Это Американцы. На восковой основе. Тюбик прикольный. Где-то я такой уже видел. А, у Сфикса был такой тюбик. Вы вот так вот крутите, и он вот так вот приподнимается. И, соответственно, как с ведра. Чуваки, это просто жесть. Вы понимаете, что вот такими вот тюбиками тяжело смазывать сепси. Но вы вот так вот по чуть-чуть берете, смотрите, оно же течет как с ведра. А как мне, если надо чуть-чуть? То есть пол в смазке, велик в смазке. Ну, вот. Я же не давлю. Оно просто течет. Его нельзя даже остановить. Так, давайте аккуратно попробуем капнуть возле наших вот этих вот друзей всех. Хотя я не представляю, как можно аккуратно капнуть. Блин, капнула такая пляма, разошлась на пол стола. А так она течет и течет. Она даже не хочет останавливаться. Смотри. Она вообще не имеет никакую густую форму. То есть вот смотрите, Байкворс капнули, смотрите, капелька на месте. Вот Ханслайн оба капнули, и они на месте. А это просто... На пол стола. Вот что пишут производители. Специальный воск с низкой температурой плавления заполняет трансмиссию путем капельной подачи чистой смазки через капилляр, что позволяет легко дозировать смазку. В принципе, да, проблем, пацаны, никаких нет. Абсолютно легко можно дозировать смазку. Просто жесть. Понимаете, что очень многие ребята, в частности, производители, но вот, знаете, борются за покупателя. И что только они написывают. Знаете, что я прочитал на сайте дистрибьютора Байкворкса? Пробег 300 километров. Мне, блядь, интересно, на чем? На чем люди приехали 300 километров, что у них пробег? Ну, я даже в шоссе не поверю, что это возможно. Ну, честно, но это очень много, и она столько не проходит. 100, да. Но на 2 умножьте 200, это будет шоссе. 300, это мифические цифры. Поэтому то, что пишут производители, то, что пишут представители компании, пацаны, ну, это, ну, зачастую, зачастую, это не есть правда. И это касается не только смазок, это абсолютно всего касается. 118 миллилитров стоит 221 гривна у нас в Украине. Пробег этой смазки составил до 80 километров. Чистая цепь, вообще без вопросов. Приятный запах, кстати. Вот она нормально пахнет. Тюбик, носик прикольный, но льет, пацаны, просто как из ведра. Мне бы интересно было протестировать, еще у них есть на массовой основе такая же химия. Цена, кстати, неплохая. За 118 миллилитров заплатить 221 гривну, это вполне себе нормально. Единственное, что, да и пробег. Ну, 8 километров, ну, почему? Ну, нормально, до 80 километров. Нормально. Главное, что цепь чистая. Так что, в принципе, не самая паскудная смазка. Но вот что-то с вот этим, вот как смазывать, человек просто не представляет. Ну, вот реально. Я смазал, у меня все засрало полностью на велосипеде. Но, если я вам говорю, что у меня все засрало вот эти вот смазки, лишь потому, что там плохо носик сделан, я не знаю, почему это происходит, на самом деле. Может быть, из-за того, что объем слишком большой. Если бы эта смазка была бы 50 миллилитров, вот такого тюбика, я думаю, что так бы не текло. Я думаю, что это проблема именно больших банок, больших фасовок. Ну, а пацаны, я взял, протестировал смазку в спрее. Мне, кстати, было интересно, зачем люди делают смазки в спрее. Ну, какая их основная задача? Посыл. То есть, ну, есть, мы знаем, тюбик, тюбик, а есть спреи, в которые вот это все, да? И у меня есть несколько смазок таких именно в спреи. То есть, есть у нас брунок смазка в тюбике, а есть у нас брунок смазка в спрее. Цена абсолютно одинаковая. Точно так же и по байпор. по ханс-лайну. То есть, есть и по максимуму. То есть, есть как так, как так. И я думаю, а зачем спрей? Ну, что дают? И я сразу подумал, что, наверное, лучшие проникающие способности. Ну, то есть, можно запшикать так, что она попадет во все там ролики, во все узлы пины, цепи там и так далее. Пару слов о брунок себе предоставил магазин фонарик юаном. Они являются официальным дистрибьютором брунок. Брунокс это швейцарцы. Вы знаете, что мы уже тестировали масляные смазки и теперь мы масляная смазка, но спрей. Здесь 100 миллилитров стоит на 210 гривен. Пацаны, я вам скажу сразу, если вы купите себе эту смазку, я думаю, что это не только проблема с бруноксом, я думаю, со всеми спреями, наверное, сразу бегите на улицу с велосипедом, сразу с велосипедом и там развлекайтесь, потому что творится будет черное. У вас в смазке будет не только цепь, это я вам сразу могу сказать. У вас в смазке будет обои, полы, велосипед, код, абсолютно все, потому что это происходит вот так вот. Вы представляете, что цепь нужно крутить? Нужно крутить и вот это вот так вот с пистолета стрелять. Это лететь будет? Как вы можете, конечно, мне рассказывать, что вы подложите там тряпочки и будете вот так вот держать? Пацаны, поверьте мне, я что-то тут только не подкладывал. Это просто жесть и это же проблема абсолютно со всеми с масками в спрее. Я не знаю, как их использовать, чтобы не засрать по максимуму свою комнату, но хочу сказать вам следующее. Она действительно проникает во все места и она действительно показала самый большой пробег из этих всех смазок, которые здесь стоят на столе. Порядка 150 километров у меня хватило пробега на одной из масок. Я не мог поверить, но я подумал, это какой-то бред, но может быть, я что-то неправильно записал. Я езжу по страве, записываю каждый раз и многие, кто подписан на мою страву, увидят название треков Свикс, Максима и так далее. Это я так тестирую с маски, так подписываю. Если хотите последить за мной на страве, вот здесь ссылочка на мою страву, можете зайти, подписаться и смотреть, как что происходит. Так, давайте, я не знаю, как аккуратно капнуть вот здесь вот рядом. Давайте возле пятна байт порт с размытого этого. Единственный еще минус спрея, помимо того, что вы засырете абсолютно все в своем доме, это еще расход. Эти смазки намного быстрее расходуются. Ну, то есть, представьте, что вы вот берете смазку и аккуратненько там вот, ну, из-за дроты капают смазку вот так вот по капельке в каждый пиночек вот так вот берут в каждый пиночек. Чуваке, у меня нервов не хватает столько реально, и терпение капать. Я беру, цепь иду и по цепи вот так вот провожу. Так лично смазываю я. Вот это вот, ну, нельзя вот так вот пшик-пшик-пшик делать. Вы по-любому будете пшик-пшик-пшик. Вы представляете, какой расход здесь будет? Я думаю, что этой смазки, наверное, на месяц вам хватит. Ну, в плане того, что она в спреи слишком быстро улетучилась. Чистая цепь, отмывается без проблем, так что смазка, в принципе, ок. Ну, и по традиции, я все смазки, которые у меня на тесте в данный момент, да, выставляю. Кому я даю первое, второе, третье, пятое место. Первое место я все-таки отдам, наверное, Байкворксу. Все-таки хорошая работа была проделана над ошибками, в отличие от той смазки, которая была. И в отличие от этих смазок, она показала хороший пробег, она не воняет, тюбик более-менее нормальный, не течет как с ведра. Ну, то есть, вопросов нет. Ну, почему? Ну, заслуженно. Второе место я поставлю Ханслайну Чейн Вакс. Тоже прекрасный пробег. Ну, да, на третье место поставим Максимум. Максимум. Хороший запах имеет, довольно-таки хороший пробег, чистую цепь. Ну, да, с тюбиком проблема, но ничего страшного. На четвертое место я поставлю этот Ханслайн, он тоже показал хороший пробег. Да, цепь за стороны. Хорошая цена, он вообще нифига не стоит. Это вообще, по-моему, самая бюджетная смазка из всех, из всех, которых я вообще видел, за 50 мл, 73 гринны. Ну, и на пятое место поставим Брунекс. Хоть она и показала самый большой пробег, но, пацаны, в спрее это дичь. Реально, это дичь. У меня есть еще пару смазок в спрее. Мы их еще протестируем, я вам расскажу, каково оно, но, блин, я не знаю, но оно засирает полностью все. Возможно, вы бы на моем месте поставили бы их по-другому. Но я лично расцениваю чистоту в первую очередь, удобство, во вторую очередь, в третью очередь, это пробег. Мне насрать, сколько проезжает цепь, сколько проезжает смазка, но если у меня цепь грязная, и пол велосипеда засрана, то зачем мне такая смазка на цепи? Ну что, пацаны, прошли сутки, давайте я вам покажу теперь, во что превратились наши тестовые капельки. Это означает, что в то же самое превратится и смазка на вашей цепи, если вы смажете ее вечером, а утром возьмете велосипед. Смотрите, первая у нас была Hansline Wax, то есть, которая на восковой основе, но она полностью жидкая, пацаны. Видите? Она никак не густеет, то есть, полностью жидкая смазка. Следующая тоже у нас была Hansline, которая такая густая-густая смазка была. Вот она такой густой смазкой и осталась, потому что она не парафиновая. Смазка-смазка, ничего с ней не произошло, она так вот и осталась. Вот она всю грязь и набирает, потому что она в таком вот виде. Следующая у нас смазка была, это Bikeworks, которая вот на формуле, скажем, там того же Сквирта. Вот видите? Настоящий парафин. Вот он затвердел. Хорошая капелька. Кстати, реально похоже на Сквирт, на Смуф. Вот они вот так вот выглядят. Просто насколько она жирная, я вам сейчас скажу. Не жирная. Вот Смуф был жирным. Я как помню, эти пятна были такие, жирные. Так нормально парафина, смотрите сколько. И следующая смазочка у нас была, это Максима. Здесь, если и есть парафин, чуваки, но его надо еще постараться добыть. Ну вот это вот маленькие кусочки парафина. То есть, здесь очень много растворителя, который, видите, как пятном здесь таким разошелся, но здесь очень мало парафина. Я думаю, именно это обосновывается ее небольшим пробегом. Это, кстати, очень мне напоминает смазку, которая была Bikeworks, вот самая первая. Она тоже была такая жидкая-жидкая. Ну вот видите, вот она, парафиновая смазка. И здесь ее просто нет. Я не могу ее даже отсюда на ноготь себе собрать. Ну что это такое? Ну как это может смазать вашу цепь? Ну и последняя у нас была Brunox. Видите, тоже такая вот она. Казалось белое, что она, наверное, как восковая, но в самом деле нет. Она абсолютно не восковая. Она просто вот такая вот классическая, как и все остальные масляные смазки. На этом у нас все. Спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Поделитесь, пожалуйста, этим видео. Мы запишем для вас еще четвертую часть. У нас уже есть кандидаты, чтобы принять участие. И еще раз напомню, что если вы являетесь магазином, вы можете нам заслать свою смазку для цепи на обзор тире тест, как вот мы это делаем. Мы об вашем магазине обязательно расскажем в этом видео. Всем пока!